Характер нардический. Домчаться до нужного места жарким летом в приятной прохладе самарские пассажиры могут в общественном транспорте. В областной столице работают 10 автобусов и 22 троллейбуса, оснащенных кондиционерами. Пассажиры говорят, приятно перемещаться по городу с комфортом. Да ну там не жарко сейчас. Ну в основном сейчас транспорт такой хороший. И вот ступеньки хорошие, а то мы вот старые, мы не можем зайти. Высокие когда, а так ничего, хорошо все. Когда на длительные поездки едешь, очень необходимо, когда очень жаркая погода. Без этого ну просто невыносимо и надо ехать в автобус. Переменам рады и водители. Говорят, когда целый день за рулем, ситуации на дороге возникают разные. Требуется концентрация внимания. Принимать быстрые решения на свежую голову легче. В данном автобусе, на котором я работаю, стоит система кондиционирования. Работаю довольно эффективно. На мониторе я устанавливаю 15 градусов. Здесь намного более комфортная работа. Работники транспортного предприятия подчеркивают. В автобусе или троллейбусе с системой кондиционирования не нужно открывать окна, чтобы прохладный воздух оставался внутри. В случае необходимости нужно обратиться к кондуктору, он скорректирует температуру. Во всех автобусах и троллейбусах, оснащенных системой охлаждения, несколько раз в неделю осматривают и моют решетки кондиционеров. Следят за тем, чтобы оборудование было исправным. В прошлом году транспортный перевозчик вывел на линию 10 машин удлиненных, комфортных, которые оснащены кондиционерами и видеонаблюдением. На самом деле мы уже за этот год получили очень много отзывов о том, что эти автобусы очень комфортные, на них приятно передвигаться. И еще одна новость, которая порадует этим летом пассажиров. В работу автобуса 36 маршрута внесли изменения. Скоро начнет работу в обновленном формате 36-й автобусный маршрут, который проходит по территории Куйбышевского района и идет до поселка Рубежного. Он теперь у нас немножко изменит свою конфигурацию и по пути будет заезжать еще в поселок Озерный. Сейчас там ходит 32-й, 26-й автобус, вот будет еще и 36-й там проходить. Самарцы уже привыкли платить за проезд транспортными картами и пользоваться мобильным приложением. Этим летом в Самаре разработают новую версию для смартфонов и запустят ее в работу. Сейчас пополнять баланс карт все так же можно через мобильные приложения Сбербанка, в пунктах пополнения Почты России, Самарского метрополитена, в офисах единого оператора и на официальном сайте sdfizotk.ru. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Василий Колдашов. События.